МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Мы опять на пути в мир животных. И снова готовы удивляться, радоваться и восхищаться тому, как интересно этот мир устроен. И вот наступило время нашего юного натуралиста Алексея. И сейчас он выходит к нам напрямую в связь со студией. Здравствуй, Алеша! Какую информацию ты подготовил для нас сегодня? Здравствуйте, Николай Николаевич! Привет всем любителям жоя природы! Сегодня один из наших объектов исследования двупятнистый сверчок, грилус бимакулатус. Наверняка бы все слышали, какие красивые трели издают сверчки. Причем эти трели настолько различные и пронзительные, что назвать это стрекотанием будет, наверное, не совсем точно. Я бы назвал эти громкие голосовые переливы скорее пением. Но задается вопрос, почему эти маленькие насекомые так красиво поют? Сегодня я решил исследовать этот вопрос. И для этого я отправился в институт проблем передачи информации. Здесь как раз активно изучают этот вопрос. Дело в том, что насекомые – это единственная группа беспозвоночных животных, у которых акустическая коммуникация получила очень широкое развитие. Начиная с 70-х годов, когда появилась звукозаписывающая аппаратура, акустические сигналы стали интенсивно изучаться. Оказалось, что сигналы насекомых видоспецифичны. То есть каждый вид обладает своим типом сигнала. Для чего же им это нужно? Самец издает такой сигнал, чтобы самка могла узнать его и найти даже на большом расстоянии. В одном биотопе могут обитать одновременно много поющих видов. Поэтому сигнал каждого вида должен быть по-своему уникален. Логично предположить, что сигналы у насекомых стабильны. Однако в последнее время появляется все больше данных о том, что коммуникационные сигналы могут включать не только стабильные, но и изменчивые элементы. Для многих сверчков характерно наличие нескольких типов акустических сигналов. Так называемый призывный сигнал издается самцом для привлечения самки. Самка может услышать сигнал с большого расстояния, десятки метров и пойти на этот сигнал. Когда же самка оказывается около самца, он издает сигнал ухаживания. Если же на территории одного самца вторгается другой, то хозяин территории издает сигнал агрессии, прогоняя чужака. Призывные сигналы сверчков самые простые и стабильные, а самые изменчивые и сложные – это сигналы ухаживания. Именно эти сигналы исследуют в институте проблем передачи информации. Для того, чтобы изучить реакцию самок на песни самца, ученые проиграют самкам естественные или созданные с помощью компьютерных программ искусственные сигналы. Затем оценивают их поведение. Интересно, что если подрезать самцу одной из надкрылей, то он в этом случае перестает петь и не издает ни звука. Во время ухаживания ученые начинают приигрывать сигнал компьютерной программы через динамик. Поразительно в том, что самку сверчка удается обмануть. Самка ведет себя так, как если бы перед ней был нормальный самец. Ну вот и все, Николай Николаевич, на этом мой репортаж закончен. Пока. Спасибо, Алеша. Интересный репортаж. Готовься к следующему эфиру. Ждем от тебя новых встреч с удивительным миром живой природы. До встречи, мой друг, на следующей неделе. Вот и закончена наша передача. До новых встреч, дорогие друзья. Будьте здоровы и счастливы. Субтитры подогнал «Симон»!